Нагрянула проверка, когда не ждали. Сегодня инспекторы объезжают контейнерные площадки в Кировском районе Самары. Нареканий нет. Рекоператор вывозит мусор в срок. За месяц у комиссии не менее 45 таких выездов по городу. Фиксируется общее состояние площадок. Такое, если вне контейнеров, опять же, переполнение контейнеров, если подъезд к контейнерной площадке, если есть нарушения, они фиксируются в акте, передаются перевозчику. В течение суток должен их устранить. Но в последней врефе графики уже все выровнены, сбоев практически не бывает. Они крайне-крайне минимизированы. Жители тоже довольны тем, насколько оперативно вывозят мусор. В принципе, регулярно, нормально. Стало лучше, можно это сказать, да, определенно. За прошлый год только в Кировском районе Самары установили 125 новых контейнерных площадок. В 2020-м запланирован ремонт еще 80. Региональный оператор совместно с перевозчиком меняет периодические контейнеры на новые. То есть, вот эта реакция и перевозчика, и самого регионального оператора по отношению к состоянию самих контейнерных площадок и их внешний вид уже меняет общую картину в лице жителей по организации вывоза мусора. Рег-оператор не только выстраивает основную работу по вывозу мусора и утилизации отходов, но и внедряет инновационные технологии, позволяющие достичь максимального результата. Одна из них – система ГЛОНАСС. Это спутниковая навигационная система. Диспетчерская служба отслеживает все машины в реальном времени. Региональным оператором совместно с компанией-перевозчиком за прошедший год Большая работа была проведена в этом направлении. То есть, теперь каждая машина у нас оборудована данной навигационной системой, что позволяет отслеживать ее по маршруту следования, позволяет своевременно и очень быстро, в короткий срок понимания, вообще был заезд на данный адрес, если поступила жалоба. В прошлом году в Самаре обустроили 125 новых контейнерных площадок и отремонтировали свыше 200 существующих. Река-оператор провел совместную работу с Департаментом городского хозяйства и экологии и администрациями районов. Они составили полный перечень мест для сбора ТКО. В итоге на средства из областного и городского бюджетов было закуплено свыше 2000 евроконтейнеров. Мэриил Чан, Константин Головин. События.